Здравствуйте! В эфире программа «7 минут» и в гостях у меня сегодня Зулайху Кадирова, председатель узбекской национально-культурной автономии «Алмаз» и города Рязани. Зулайху, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о своей организации. Какие у нее цели, какие у нее задачи? Добрый день, Наталья. Дело в том, что наша организация правильно называется общественная организация «Рязанская местная узбекская национально-культурная автономия «Алмаз». Была она зарегистрирована 23 января 2013 года, но реально свою деятельность начала еще в ноябре 2012 года. Это благодаря активу, который для себя определил своего рода миссию организации, который звучит так. Содействие в становлении гражданского общества посредством гармонизации, укрепления, взаимодействия русско-узбекских взаимоотношений в социальной и культурной среде Рязанского региона. И деятельность направлена на сохранение самобытной узбекской культуры, традиции и языка. Замечательно. Кто участники организации? В нашу организацию входит, вот актив составляет 35 человек. Это в основном люди с высшим образованием, ну там 70% с гуманитарным, 10% с техническим, ну и, конечно же, обучающиеся молодежь и дети. Я бы хотела подчеркнуть, что в нашу организацию входят не только узбеки, но и русские, татары, корейцы, евреи, все те, кто жил когда-то в Узбекистане. Ведь, как известно, Узбекистан тоже является, как и Россия, многонациональной страной. И все то, что было у них лучшее, самое доброе, мы стараемся сохранить здесь, в Рязани. Вот сейчас у нас проводятся Дни узбекской культуры, да? Какие мероприятия запланированы, что будет происходить, уже происходит? Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом. Программа Дни узбекской культуры обширна. Я думаю, рязанцам будет она интересна, познавательна, увлекательна. Мы приглашаем всех, я пользуюсь такой возможностью, пригласить всех желающих посетить наши праздничные мероприятия. А начинаются они с 10 сентября. Мы будем участвовать в научно-практической конференции в библиотеке имени Горького. Они там проводят уже в рамках их мероприятия на тему библиотека «Центр взаимодействия культур». Соответственно, я буду выступать с докладом и делиться опытом по нашему взаимодействию с областной библиотекой имени Горького и нашей узбекской национальной культурной автономии «Алмаз». Помимо этого, активист нашей организации, журналист, ваша коллега и моя тоже, Махера Розакова, которая проработала 35 лет на Бухарском телевидении, возглавляла русскую редакцию. Она, помимо своей журналистской деятельности, еще вела и научную работу. И она будет презентовать свою книгу «Чудеса Мавзолея Самонидов». Оригинальный текст, оригинальное мышление, оригинальный взгляд на древний памятник зодчества. Поэтому приходите, посмотрите. Ну и в продолжении темы она представит свою фотовыставку «Метаморфозы древних памятников Узбекистана». То есть это светотеневые иллюзии древних памятников. Вот все это в Горьковской библиотеке будет происходить, да? Да, это первое. Да, следующее у нас мероприятие будет проходить в Доме печати, в редакции газеты, тоже областной газеты «Рязанские ведомости». Мы там представим фотовыставку «Моя профессия, моя гордость». Цель этого проекта – показать рабочие профессии ребят, трудовых мигрантов, которые владеют рабочими профессиями. Это и в области строительства – каменщики, сварщики, плиточники. Это и из области производства, там, рабочий мясного цеха, кладовщики. Это и портнихи у нас уже из производства. Это и повара с общепита. Человек, владеющий своей профессией, найдет свой кусок хлеба везде. Неважно, у себя на родине или в другой какой-либо стране. Это вот весь список? Это не весь список, нет. Огласите весь список, пожалуйста. Следующим этапом 17 сентября в Институте культуры, как мы его называем в народе, а правильно Московском государственном университете культуры и искусства, Рязанском филиале, у нас будет проходить творческий вечер самобытного, интересного исполнителя фольклорной узбекской песни, музыканта Намоза Каримова. Дело в том, что он представляет одну из областей Узбекистана, а в Узбекистане 12 областей, и каждый регион самобытен, отличается и костюмами, отличается и песнями, отличается и речевыми диалектами. Соответственно, будет интересно тоже посмотреть, послушать и познакомиться с культурой одного из регионов узбекского края. Приглашаем вас тоже, Наталья. Спасибо. Ну, это тоже не все. Тоже не все. Тоже не все. Далее мы едем в Солочинский дом-интернат. Наше мероприятие называется «Маршрут милосердия» с радиотакси. Нас поддерживает эта компания. Также мы продолжим тему по профориентации подрастающего поколения. Расскажем о профессии водителя. Будет возможность покатать ребят на такси. Помимо этого, мы будем рассказывать о древних городах Узбекистана, Самарканде, Бухаре, Хиве, которые привлекают миллионы, скажем так, туристов со всех уголков мира. И я думаю, ребятам будет интересно и познавательно посмотреть эти фильмы, которые мы им покажем. Ну, и заодно расскажем о главном уборе узбекского народа, о тюбитейке, об их разновидностях, об их орнаментах. Каждый рисунок, что означает, цветовую гамму рассмотрим. Ну, и, конечно же, примерим фотосессии и все остальное. А молодежный комитет нашей же организации представит свой проект. Дело в том, что они у нас уже участвовали в летних лагерях и презентовали свой проект. Это социальные видеоролики. Спорт – это наш выбор. И спорт объединяет. Наталья, это тоже не все. У нас самое, наверное, интересное, самое такое для всех вкусное мероприятие – это День узбекской кухни, который будет проходить в ресторане «Халиф Айс» торгового центра Виктория Плаза. Мы тоже приглашаем. В рамках вот этого вкусного мероприятия будет проходить чайная церемония, дегустацию узбекских блюд. Названий не буду говорить, пусть они останутся в секрете. Как изюминка. Мастер-класс от шеф-повара этого ресторана «Халиф Айс». Ну, и, конечно же, концертная и развлекательная программа. А в завершение Дней узбекской культуры мы планируем провести в Доме общественных организаций гала-концерт с участием творческих коллективов узбекской национальной культурной автономии «Алмаз». Это детская и студия «Кайфият». Это эстрадные группы, все свои, которых уже все знают, потому что они участвуют и в городских, и областных мероприятиях. И такие красивые статные ребята в золотошвейных бухарских халатах привлекают внимание не только женщин, но и мужчин радуют своими голосами, своими песнями. Ну, и помимо этого будет организована «Арт-базар». Это выставка-ярмарка с изделиями народно-прикладного искусства промысла Узбекистана. Милости просим. В общем, программа обширная, интересная, культурная и даже с гастрономическими особенностями, что тоже радует. А вот скажите, пожалуйста, Дни узбекской культуры – это мероприятие, оно впервые проходит или не впервые? И вообще, откуда такая идея взялась? Со дня открытия своей организации мы уже немало провели мероприятий, и у нас уже стали традиционными такие, как «Вечера поэзии», научно-практические конференции в библиотеке Горького, в 14-й библиотеке города Рязани. Мы проводим также концерты не только в Доме общественных организаций и в городе. Мы уже и географию свою расширили. Вот в этом году выезжали на 8 марта, и 9 мая мы были в Касимовском районе. Ну, то есть это все как бы под итог нашей деятельности. За текущий год, можно сказать, мы решили провести Дни узбекской культуры. Ну что ж, спасибо вам огромное за участие, за то, что вы делаете. Ну и, конечно же, успехов во всем и во всех мероприятиях. Друзья, пойдемте обязательно. Спасибо вам, Наталья. Напомню, что в эфире программа «Семь минут». И в гостях у меня сегодня была Анна Зулайхо Кадирова, председатель узбекской национально-культурной автономии «Алмаза» города Рязани. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин